В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Пострадавший от взрыва газа в кафе Джессис остался без помощи. День единства уже отмечают организации караганды. Пострадавший Алексей Бахтин после взрыва в кафе Джессис в начале этого года в Караганде может остаться без пальцев на руке. Врачи у него обнаружили 48% ожога тела. Денег на лекарства и лечения у него нет. А хозяин увеселительного заведения куда-то исчез. Откуда ждать помощи молодой человек не знает. 23 января в 6 часов вечера, как обычно, Алексей Бахтин пошел на работу в кафе Джессис, которое находилось на первом этаже здания карагандинской типографии. Здесь он обслуживал в зале посетителей. Через несколько часов произошел взрыв. Всех людей, кто находился в этот момент в помещении, откинуло в разные стороны. Парень почувствовал, что у него горит лицо. Первая мысль пробежала в голове, что нужно что-то сделать, потому что в помещении было закрыто только одна дверь. И как раз возле этой двери был газ, который интенсивно запускал этот огонь. Ну и я решил выбежать на улицу, перепрыгив обратно через этот огонь. У меня загорелось лицо, руки и моя кофта. Пока я бежал, она все разгоралась. Выбежав на улицу, у меня там входил парень и положил снег, и накрыл одеялом. После чего потом приехала скорая. От взрыва в кафе Джессис Алексей получил 48% ожогов тела. В больнице было сделано 6 операций под общим наркозом. Хозяин увеселительного заведения обещал оказать посильную помощь всем пострадавшим. Предполагалось, что будет выплачена компенсация и покупка необходимых для лечения лекарств. Однако директор кафе Джессис обманул людей и телефонные звонки игнорирует. После того, как начали люди уже, которые там меньше у них был, как бы по здоровью, они уже выписывались. И собрались, и записали заявление, но он начал всех игнорировать. Это вот первоначально он совсем ни с кем не хотел общаться. И сказал, что никому помогать он не будет, не собирается, не обязан, так как он не виноват, говорит. А здоровьем парня беспокойна и родная бабушка Алексея Татьяна Городилова. Она воспитывает его с детства. То, что работодатель обманет Алексея, конечно, пожилая женщина не ожидала. Самого хозяина кафе Джессис она в лицо не видела. На лечение и лекарства нужны деньги, а у стариков их нет. Ну, на восстановление, ну, два года это точно будет, чтобы он восстановился. На левой руке вот у него сухожилия погорели. Ну, сначала говорили, что могут пропирировать и что-то сделать. Теперь, говорит, мизинцы, как он вчера сказал, может, наверное, лишиться он. Ну, а те два пальца, ну, будут смотреть. Найти хозяина кафе Джессис нам не удалось. В помещении, где произошел взрыв, все закрыто. На телефонные звонки он не отвечает. Пострадавший парень уже обратился в областную генеральную прокуратуру. Но ответа ниоткуда они не получили. Где искать помощи, люди не знают. Николай Кровец, Айден Жакан, Габиден Курушпеков, Бахтя Роспанов. Первый Карагандинский. В Караганде на базе управления внутренних дел города состоялся четвертый областной слет наставников и молодых сотрудников органов внутренних дел. Наставничество, как общественное формирование, имеет большое значение в воспитательной и патриотической работе с молодыми полицейскими. И его роль возрастает с каждым годом. С самого утра у здания УВД Караганды многолюдно. Сотни молодых полицейских и их наставников съехались на слет со всей области. В строю рядом со старшими и кадеты, будущие стражи порядка. Слет начался с возложения цветов к обериску памяти сотрудникам, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Мы склоняем головы перед памятью наших погибших товарищей, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом и преступностью. Они навечно останутся с нами в одном строю. Звучит троекратный залп салюта. И верю я, что только так и стоит жить на земле, как жил на ней солдат. Зареет! Жень! Огонь! Зареет! Жень! Огонь! Зареет! Жень! Взмывают у неба голуби, как символ мира и чистоты. Поднимаются воздушные шары, унося с собой желания и мечты запустивших их. Слет наставников молодых сотрудников органов внутренних дел Карагандинской области начал свою работу. В рамках слета для его участников были проведены ознакомительные экскурсии. Организована работа круглого стола в здании партии Нур-Отан. В работе слета принял активное участие начальник департамента собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Казахстан Куад Оспанов. Он осмотрел вместе с участниками слета выставку современных технических средств и вооружение полиции области. Это полностью вся машина? На месте происшествия полностью вся машина выезжает. Куда это выезжает? Ага. Ассанда, генератор барабан, хранк, скуте, с этим таком... Автономного рабочего. И с этим работают криминалисты или следователи тоже пользуются? Нет, криминалисты. Только криминалисты, да? Три актеры. Патриотическое воспитание молодежи – это и наработка практических навыков, необходимых на службе. Поэтому показательные выступления спецподразделений по захвату преступников вызывали не восхищение, а профессиональный разбор действий своих коллег. Как работать во время возможных массовых беспорядков – это тоже отрабатывалось во время проведения слета наставников. На данный слет прибыло 600 молодых сотрудников с наставниками. Цель этого слета – привить молодым сотрудникам качество, которое необходимо для сотрудников полиции. Участники областного слета ознакомились с работой Кира, побывали в спорткомплексе «Динамо». Если первый республиканский слет наставников проходил в прошлом году в Астане, то второй в этом году решено проводить в Караганде. Это большая честь и ответственность. Сергей Высокосов, Айдын Джакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Финансовой полиции Карагандинской области возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста жилищно-коммунального хозяйства за требование 170 тысяч тенге для ускоренного перечисления денежных средств. При проведении процедуры государственных закупок. Взятки греют карман, но делают жизнь очень беспокойной. В начале января 2014 года в департамент обратился предприниматель с заявлением в отношении главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актогайского района по факту вымогательства взятки в сумме 170 тысяч тенге. Взятка предназначала за ускоренное перечисление денежных средств на счет ТО по факту выполненных строительно-монтажных работ при проведении процедуры государственных закупок. 13 января в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт получения взятки в размере 50 тысяч тенге главным специалистом ЖКХ от предпринимателя. В этот же день было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Galvin. Профиль Galvin 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Galvin 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Galvin выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin морозостойкий, надежный, прочный. Товарищество с ограниченной ответственностью Комкор-Локомотив провело на базе карагандинского локомотивно-ремонтного депо республиканский семинар по охране труда и технике безопасности, приуроченный к Международному дню охраны труда. 16 филиалов Комкор-Локомотив со всех концов Казахстана прислали своих представителей в Караганду. Сегодня в Казахстане вырабатываются новые требования к охране труда и технике безопасности. Они должны соответствовать международным стандартам. Республиканский семинар стал серьезным экзаменом для ремонтников карагандинского локомотивно-ремонтного депо. Выбор упал именно на карагандинский филиал. Здесь есть что показать. Сейчас будут новые локомотивы здесь, осваивается ремонт. Поэтому собрали весь Казахстан, все наши филиалы, представители всех наших отраслей и производим семинар, как бы мастер-класс. В глаза бросается чистота, что для ремонтного предприятия довольно сложно представить. В каждом цеху и отделении существует уголок по технике безопасности. И это сделано не специально к проведению семинара. Так здесь принято. А если учесть, что человек две трети своей жизни проводит на работе, то понятно столь серьезное отношение и к чистоте, и к технике безопасности. Первоначальное, самое главное значение имеется жизнь человека. Поэтому она достойна хороших условий труда, соответствующим, естественно, выполнением каких-то работ объемов и соответствующим оплатой за свой труд. Караганинское локомотивно-ремонтное депо предназначено для ремонта трех видов тяги. Электровозы, электропоезда, тепловозы выходят отсюда как вновь родившиеся. Отсюда и специалистов здесь в три раза больше, чем в других филиалах. Депо славится и своими трудовыми династиями. Есть семьи, где деды, отцы и дети работают на старейшем караганинском предприятии. Отрадно то, что они берегут свой труд, свою память, свою славу, которую заработаны их отцами, и приумножают свой труд, и делают ее более эстетичным, более красивым, более безопасным. Караганинское локомотивно-ремонтное депо уже давно внедряет международные стандарты менеджмента качества. В Комкор-Локомотив существует давняя и очень хорошая традиция по приведению практики управления различными видами деятельности к требованию международного стандарта. Так, допустим, в ТО Комкор-Локомотив уже на протяжении нескольких лет ведутся очень хорошие работы по разработке и внедрению систем менеджмента качества на основе требований стандарта ISO 9001. Кстати, это послужило серьезной основой для внедрения менеджмента по охране здоровья на основе требований КОКСАС 18001. А здоровье – это не только медицина и разные физиотерапевтические кабинеты. В депо они тоже есть и оснащены разными новинками. На предприятии серьезно занимаются пропагандой спорта. Об этом говорят и многочисленные грамоты и кубки. А тренажерный зал никогда не пустует. Молодежи явно не хватает железа на производстве. Она тягает его еще и в спортивном зале. Безопасный труд, здоровье, спорт – вот основа качества ремонтных работ в Карагодинском локомотивно-ремонтном депо. В нашем предприятии несчастных случаев за 2012, 2013, 2014 года не происходило. То есть это тоже, соответственно, показатель нашей работы. Если производственный травматизм снижен к нулю, соответственно, и работа в области охраны труда производится на должном уровне. Представители филиалов повезут опыт работы карагандинцев на свои предприятия, а свои наработки оставят для осмысления и применения в депо Караганды. Сергей Высокосов, Айдын, Жакан, Бахтияр, Успанов, Первый, Карагандинский. Ответственность за состояние своего здоровья. Об этом говорили на конференции в Караганде, которую организовал Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Всемирной организацией здравоохранения было определено понятие «здоровье». Оно подразумевает не только оказание медицинских услуг и наличие лечебно-медицинских учреждений, но и ответственность каждого жителя страны за состояние своего здоровья. Идею проведения конференции для врачей, медицинских сестер, социальных работников, психологов поддержал Карагандинский областной центр здорового образа жизни и управление здравоохранения. К сожалению, порой информированность медицинских работников, а больше всего пациентов поликлиник, недостаточно высока. Необходимо организовывать школы здоровья, которые и ликвидируют этот пробел, и научат основным принципам здорового образа жизни. Подобные школы смогут повысить грамотность населения, повысится и вычисление факторов риска по раннему выявлению социально значимых заболеваний. Все это и будет работать на повышение ответственности населения за свое здоровье. Мы будем говорить о том, насколько важно оказывать услуги на уровне первичного звена, опять же, информировать население, говорить о том, насколько значимо вести и соблюдать рациональное питание, вести активную физическую жизнь, и о том, что нужно ограничить потребление табака, алкоголя. И, конечно же, все эти факторы, снижение этих факторов способствует укреплению здоровья. Особо подчеркивалась важность скрининговых осмотров, что позволяет предупреждать и выявлять ранние стадии заболеваний. Сергей Высокозов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Казахстане в мире и согласии проживают более 140 национальностей. В преддверии замечательного государственного праздника Дня Единства народа Казахстана совместно с областным филиалом Ассамблеи народа Казахстана в Гуманитарном колледже города прошло праздничное мероприятие. Гостями стали и наши журналисты. Этот яркий весенний праздник проводится в каждом городе Казахстана. В Шахтерской столице тоже отмечают праздник единства. В Гуманитарном колледже такие встречи проводятся ежегодно. Главной целью является пропаганда межэтнической толерантности, укрепление единства этносов, проживающих в Казахстане, гражданского мира и согласия, говорят организаторы. Целью нашего мероприятия является воспитание, конечно же, у подрастающего поколения в духе патриотизма, чтобы они могли оценить единство, дружбу народов, согласие между народами. В праздничной встрече участвовали различные этнокультурные центры города. Преподавательский состав и учащийся колледжа организовали концертную программу, танцевали народные танцы и под аккомпанемент фортепиано пели мелодичные песни. Мир и согласие – ценности незыблемые. В своих поздравлениях эти слова упоминал каждый, кто пришел на праздник мира и согласия. Выступая на 21-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент страны, председатель Ассамблеи народа Казахстана Ельбасы Нурстанапич Нагарбаев подчеркнул, главные условия выполнения стратегии 2050 – это мир и стабильность. Он обозначил все основные принципы культуры мира, духовности и согласия. Одним из таких принципов является культурное наследие. Студентка гуманитарного колледжа Диана Платанович считает себя истинным патриотом своей страны. Для нее межитническое согласие, как и государственный язык, имеет огромное значение. Благодаря дружбе народов, сплоченности всех этносов, которые проживают в нашем государстве, мы смогли добиться значительных успехов. Единство наций – бесценное богатство. Гульнур Жакен, Габиден Курушпеков, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Всем известная притча о смысле жизни гласит. Человек должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Во многих учебных заведениях нашего города есть такая традиция. Выпускники стараются оставить о себе добрую память. Сегодняшние выпускники 65-й школы принимают от своих предшественников эстафету, высаживают деревья. Сегодняшние выпускники номер 65-й школы посадили новые деревья. Это уже второе поколение озеленяет школьную территорию. Новая традиция началась в прошлом году. Все учащиеся 11 классов с удовольствием принимают участие в этом. На данное время культура находится не на данном уровне и зачастую люди не соблюдают чистоту и мусоря на улице. И поэтому наша школа борется с этим, убирая, обыграживая территорию. Помимо посадки деревьев ученики отработали на субботнике. Им помогали преподаватели и родители. Кто-то белил, кто-то собирал мусор. Ребята разошлись и решили убрать не только территорию школы, но и дворы, прилегающие районам. Как вы видите, все и ученики, и родители помогают очищать дворы. Также выпускники школы посадили деревья. Через несколько лет будет большой сад, красивый, зеленый. Каждый год будем сажать деревья. Жезер Абдраимова, Габидин Крушпех, Бахтяр Оспанов, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман Сау Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин